Приветствую вас в новом видео уроке, в котором мы поговорим с вами про рабочее поле в движке Corona SDK. Также заходите на сайт itproger.com. На этом сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации по этому видеокурсу. Ссылка на этот урок будет в описании к этому видео. В Corona SDK очень удобно создавать адаптивные приложения и игры. Благодаря тому, что в файле config.lo мы задаем как ширину, так и высоту для нашего дисплея, то в дальнейшем мы можем располагать объекты с точностью до пикселя на самом экране. Конечно же, все экраны будут отличаться. Экраны на iPhone, экраны на Android, они будут иметь разную ширину и высоту. Но здесь вступает в силу как раз алгоритм масштабирования. Он здесь у нас установлен как Letterboxd и он является одним из самых удобных и интересных для нас, так как он адаптирует все те элементы, которые будут располагаться на самом экране с учетом пропорций. То есть, если у нас экран будет больше, то все пропорции будут сохраняться, объекты не будут растягиваться или как-то уменьшаться наоборот в пропорциях. Или же наоборот, если экран будет меньше, то, соответственно, аналогично все также будет уменьшаться, увеличиваться, и все объекты у нас на главном рабочем поле будут выглядеть достаточно красиво, и приложение будет выглядеть очень и очень хорошо. Конечно же, существуют и другие различные алгоритмы масштабирования. О них вы детальнее можете почитать в самой документации. Ссылку на документацию я оставлю в описании к этому видео, и здесь вы можете дополнительно еще все прочитать. Она, да, она на английском языке, но тем не менее, в этом уроке я еще дополнительно об этом всем расскажу, и если вам потребуется еще дополнительная информация, то дополнительную информацию вы найдете в документации. Ссылка на нее будет в описании к этому видео. В основном все всегда используют именно алгоритм масштабирования Letterboxd, потому что он позволяет масштабировать различные картинки, уменьшать их или увеличивать с сохранением пропорций. То есть другие алгоритмы, они также позволяют уменьшать, либо растягивать объекты, картинки, но там не сохраняются пропорции. А, соответственно, экраны, которые будут в нашем случае, к примеру, не задовольнять условием 540 на 960 пикселей, то там эти картинки, они будут растягиваться, либо уменьшаться, и пропорции не сохраняются, а, соответственно, они будут выглядеть плохо, эти все картинки, сжатыми, либо, наоборот, слишком растянутыми. Поэтому я рекомендую вам использовать именно алгоритм Letterboxd, который является самым популярным, и он выполняет свою работу на ура. Соответственно, давайте все мы теперь на живом примере посмотрим, и для этого мы изначально должны скачать какую-либо картинку. К примеру, я уже скачал картинку, она у меня называется bg.png, вы ее, соответственно, тоже можете скачать, она будет на сайте itproger.com, ссылка на него в описании к этому видео. Скачивайте это изображение и помещайте его в папку, где и находится файл main.log к этому проекту. Дальше можем работать с этим файлом и устанавливать его в качестве заднего изображения. Для этого мы создаем изначально новую перемену, я ее назову bg, и далее используем такие штучки, как display, new image, используем метод new image, который как раз и позволяет установить нам изображение, на экран. Если вот такое прописать и сохранить, то мы уже заметим, что у нас все автоматически обновилось, и картинка у нас действительно есть, но 50% слева и 50% сверху этой картинки, они просто скрыты. Почему это так происходит? Дело в том, что отсчет координат в Corona SDK ведется с верхнего левого угла, то есть точка по x и y, которая будет равна 0 и 0, она будет находиться именно вот здесь. А соответственно, сейчас у нас картинка имеет координаты, что по x, что по y, 0 и 0, и поэтому центр картинки именно здесь находится, вот в нулевой точке координат. Чтобы установить картинку в центр, нам потребуется сделать вот что. Нам потребуется взять нашу картинку, взять ее координату по x и далее прописать следующее. Display и прописать такую штучку, как content.center.x. После этого она у нас уже будет по центру, по x, и для того, чтобы она еще была у нас по центру, по y, мы берем background, нашу вот эту перемену, y, content.center.y, то есть типа второй координате тоже располагаем ее по центру. После этого она у нас действительно находится по центру и выглядит отлично. Теперь же давайте попробуем посмотреть на эту картинку на других устройствах. К примеру, включим iPad Air, и мы заметим, что картинка растянулась, пропорции сохранились, и как будто эта картинка как раз была изначально создана для этого экрана. Если мы возьмем, например, более меньшее какое-то устройство, к примеру, вот такое, то мы заметим, что картинка опять-таки выглядит очень хорошо. Конечно же, сами устройства, их вот форма на экране у меня, они могут казаться, что, например, iPad Air был меньше, да. Но на самом-то деле мы можем вот здесь видеть все эти разрешения, то есть, например, 720 на 1280 пикселей, это совершенно другие цифры, которые вот у нас здесь указаны. Но все же картинка правильно растягивается, все абсолютно красиво выглядит. Если мы будем другие устройства включать, опять-таки, все абсолютно хорошо выглядит, масштабирование происходит правильно. Но, например, если у нас будет действительно очень широкое какое-то устройство, к примеру, iPad Mini, то мы замечаем, что картинка у нас, она опять-таки по масштабированию все хорошо, она выглядит хорошо, она не растянута, она не сжата, она выглядит правильно, но у нас появились полосы по бокам. И для того, чтобы от этих полос избавиться, мы можем просто добавить еще такую штучку, как заливку заднего фона. Для этого мы указываем следующее. Мы берем Display, дальше Set Default, и далее мы указываем, что мы делаем. Мы заливаем задний фон, поэтому Background, и далее указываем, каким цветом мы это заливаем. Я уже выяснил, какой цвет у нашей картинки, и ввел его в конвертер, где у нас из Hex, оно переводится в формат RGB, и, соответственно, я могу просто скопировать этот формат и вставить его сюда. Плюс добавить еще такие, например, пробелы, чтобы выглядело все красивее. Но, когда я такое сделаю, у нас просто здесь будет белый цвет. Почему? Потому что, чтобы здесь все сработало, нам необходимо этот RGB формат, чтобы он был от 0 до 1, а у нас здесь 21, 57, 85, соответственно, это не то. Поэтому нам необходимо каждую вот эту цифру дополнительно поделить на 255. Соответственно, делим каждую цифру на 255, и мы получаем нужный нам формат, после чего у нас действительно все заливается нужным нам фоном. Картинка у нас масштабируется на всех теперь устройствах очень и очень правильно. Например, iPhone 4s мы даже можем включить. Опять-таки, все абсолютно правильно масштабируется, плюс задний фон полностью заливается в цвет картинки, и все выглядит очень хорошо. Дополнительно рассмотрим другие алгоритмы масштабирования. Letterboxd это отличный алгоритм, который позволяет нам масштабировать объекты с сохранением пропорций. Но также существует еще один алгоритм масштабирования, который называется ZoomEvent. Этот алгоритм отличается от Letterboxd тем, что Letterboxd должен полностью поместить изображение в сам экран. И если оно, получается, не покрывает всю ширину или высоту экрана, то появляются черные полосы, что мы как раз с вами могли вот видеть. Если, например, закомментировать строчку, где мы заполняем цветом задний фон, то мы можем заметить вот эти вот черные как раз полосы. ZoomEvent, в свою очередь, отличается тем, что изображение помещается таким образом, чтобы оно перекрывало полностью весь экран, и тем самым оно может вылазить за рамки этого экрана, а, соответственно, кусочек этого изображения мы можем не видеть. Многие считают это не лучшим вариантом, лучше уже Letterboxd, и как бы заполнить задним фоном, задним цветом задний фон. Но во многих случаях, во многих приложениях или, возможно, играх, ZoomEvent также очень-очень хорош. Давайте его посмотрим в действии. Для этого мы просто меняем Scale на ZoomEvent, и мы можем заметить, что действительно у нас теперь нет черных полос, но изображение, оно как бы теперь стало ближе, потому что часть этого изображения, оно вылезло за экран. Ну и, соответственно, мы кусочек этого изображения можем теперь не видеть. Также существуют и другие еще алгоритмы масштабирования, это Adaptive, который у нас адаптирует изображение, и оно выглядит аж вот таким вот образом. Адаптация происходит на самом устройстве, а, соответственно, предугадать, как оно будет адаптироваться на различных устройствах, достаточно сложно. Соответственно, этот алгоритм является не самым лучшим для использования. И последний еще это ZoomStretch. ZoomStretch, это будет выглядеть следующим образом. Как видите, изображение также растягивается на весь экран, оно никак не обрезается, но при этом не сохраняются пропорции, поэтому изображение выглядит как будто оно такое немножко растянутое. Ну и, конечно же, это выглядит не особо хорошо, поэтому я оставлю лучше всего это Letterboxd, который мне как раз подходит, и который сжимает изображение, чтобы оно не вылазило за рамки экрана, плюс сохраняя пропорции. Это мне идеально подходит, и именно его я и оставлю. Ну что же, на этом наш видеоурок подходит к концу. В этом уроке мы научились работать с алгоритмами масштабирования и узнали, что такое вообще рабочее поле, как в нем масштабируются различные объекты, откуда ведется отчет, а ведется он с левого верхнего угла, вот отсюда. И это отлично. В дальнейшем нам это все поможет для создания нашего собственного приложения. На этом все. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, переходите на сайт itproger.com, все ссылки будут в описании к этому видео. До скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok